Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника из первого тома Добротолюбия. И обратим внимание на 187-й абзац. «Кто не подъемлет произвольно трудов за истину в защиту ее, тот невольными гораздо тяжелее наказан будет». Что значит «произвольные труды за истину»? Имеется в виду не столько и не столько какие-то подвиги в защиту Слова Божьего, миссионерские труды, апологетические речи, катехизические беседы и тому подобное. Хотя и это, и это тоже вменяется человеку в труд, если это трудно. Если человек, скажем, переживает за неких своих сродников или коллег, друзей, товарищей, приятелей, соседей, и пытается донести до них Слово Божье, но не в таком, скажем, не с такой интонацией, не с такой мотивацией, что я докажу вам, что христианство правильно, а именно понимая, что много в своей жизни упущено им, и очень мало он сделал для Бога, и очень много у него грехов, и вот с этой мыслью он начинает терпеливо служить ближнему своему и словом, и делом, пытаясь достучаться до его сердца, ухаживая, помогая, жалея и рассказывая его неприятия, его неодобрения, его противоречия, его упорность, упорство, упертость, воспринимаясь смиренно и кротко, с терпением, каждый раз начиная все заново, вот этот труд тоже вменяется в подвиги за истину, но вообще по существу более, как бы сказать, глубоком понимании этого слова преподобного Марка имеется в виду, что кто добровольно не несет покаянных трудов, за грехи им сделаны, тот понесет больше, но не добровольно, то есть если человек не облечен благодатью свыше, он не сознает в себе действия этой благодати, он сознает только свои грехи и предпринимает любой труд, какой бы он не решился предпринять, с терпением и смиренным сознанием, что надо потерпеть, надо что-то сделать для очищения своей души, то вот это действительно то делание, которое помогает, спасает, очищает, вытаскивает человека из бездны, той нечистоты и страстности, в которой он находится, это вытаскивание из нечистоты и страстности, в которой находится человек и является тем, что мы называем очищением души. То есть важно понимать, вот, например, сознал человек, что у него множество грехов, ну какие, неважно какие, может быть страшные грехи, типа прелюбодейства, абортов, наркомании, там брошенных детей, брошенной жены, может быть не такие страшные грехи, но они мучают его совесть, что он никогда не жил, не ходил в церковь, что он обманывал, что он воровал, что он там ссорился с родителями, у него нет друзей, он очень неказисто, небрежно выполняет свои служебные обязанности, много таких нечистот, которые скапливаются в нашей душе. И вот осознав это, человек думает, начну-ка я молиться, и начинает молиться. Так вот, количество произнесенных молитв никак не соответствует тяжести понесенных грехов. Многие так думают, помолюсь-ка я полгода, и грехи мои очистятся. Нет, не очистятся. А чем они очистятся? Ну пойду-ка я раздам милостынь. Сколько? Ну, например, скажем, буду каждой пенсии, или зарплаты, если она еще есть, давать по 500 рублей нищим. 500 в храм, 500 нищим. Ничего не очищается. Состояние не меняется, какое было, такое есть. Нельзя измерить совершенные грехи неким количеством добрых дел. Неважно, духовной ненаправленности или социального служения. Нельзя уравновесить грех и вот неким, скажем так, количеством совершенных дел очистить свою душу. Так не бывает. Человек предпринимает труд. То есть он делает то, что делать ему трудно. И делает это трудное, проходя это трудное делание с терпением, руководствуясь только одним единственным мотивом. «Я грешник и я ищу Христа. Мне нужна милость Божья». Вот это вот смиренное сознание того, что я должник, и разным образом взывание к Богу, чтобы Он явил ко мне, должнику, милость, вот это то, что и производит очищение души. Человек делает это ради Христа, терпеливо ради Христа, предпринимая какое-то дело. То есть если он молится, допустим, не само прочитывание акафистов или молитв очищает душу, но он страдает, ему хочется спать, а он молится, ему хочется есть, а он молится, ему хочется посмотреть сериал любимый, но он берет молитвослов и говорит, хватит, насмотрелся уже в своей жизни, иди лучше, Богу послужи. И хотя сердце его остается там, с телевизором, но он берет его в ежовую рукавицу и тащит к престолу Божьего, повыргает туда, и начинает это сердце разминать словами, молитвами, Господи, я же грешник, прости меня. И вот эти молитвы он произносит с трудом, с сердечной болью, но произносит их. И вот это терпение Христа ради с осемиренным сознанием себя должником, оно и очищает сердце, потому что человек, причина любого греха в том, что человек поступал по воле Божьей и делал то, что ему хочется, без всякой мысли о Христе. А теперь он терпит то, что ему трудно, и делает это с мыслью о Христе. И вот это исцеление и воли, и ума, и сердца и приводит к очищению человека. Он как бы выворачивается наизнанку. Он все жил в одном направлении, а теперь разворачивается обратно, выворачиваясь в нормальную сторону, и постепенно обретает правильный, четкий контур образа Божьего. Он восстанавливает икону, почищая, реставрируя те удары, те царапины, те трещины, которые он сам этому образу нанес. Вот это, если человек предпринимает эти труды, то постепенно он излечивается, исцеляется, очищается от того, что некогда сам делал. Если он этого не делает, если он не предпринимает таких усилий, то тогда, как говорится, невольным гораздо тяжелее наказан будет, невольным трудом. То есть ему придется понести большие труды, но уже не добровольно. То есть Господь создаст такие обстоятельства, видя, что человек и хочет спастись, и может быть исцелен. Он попускает сложиться обстоятельством таким образом, что человеку уже не хочется смотреть сериал, потому что у него перед глазами его родной ребенок, который пребывает в страшной смертельной опасности, или у которого не ладится семья, или который погибает в сетях алкоголизма, или наркомании, или еще что-то с ним не то. Она не до сериалов ей уже, у нее перед глазами мучающийся сын, или страдающая дочь стоит. И пытаясь как-то помочь, она понимает, что помочь никак не может, и начинает молиться. И только в этой усиленной молитве постепенно открывается ей и ее собственная вина, ее собственное соучастие в том несчастье, которое проживает сейчас дочь, или в которой находится сейчас сын. Это она его не воспитала, потому что не знала, что так нужно воспитывать. Это она была расслаблена и равнодушна в результате. Вот теперь родной ребенок мучается. Это она не сказала вовремя, не дала советы, просто не начала молиться чуть раньше за этого ребенка. Как сказал однажды очень, как всегда, емко, афористично, Паисий Святогорец, лучше с детства говорить с ребенком о Боге, чем потом всю жизнь с Богом о ребенке. И вот поступает такое прозрение, и человек уже не до удовольствий, ее не ждут никакие телевизоры, не радуют никакие телевизоры, никакие программы, никакие интернеты, никакие подружки, никакие встречи, там посиделки, бани, рестораны, магазины. Все это уже неинтересно, потому что каждый день она слышит звонок от сына своего, или от дочери своей, понимает, что должна чем-то же помочь. И вот таким образом это страдание подвигает ее на молитву. Или болезнь какая-то смертельная, умирать ей не хочется. Или с мужем какая-то беда. Или мама вдруг заболела страшной болезнью, и за ней нужен непрестанный уход. И пытаясь ухаживать за мамой, человек понимает, что в ней нет ни капли любви к маме, что она жестокое сердцем, и ее хорошую человеческую совесть это мучает, что как она так бессердечно к маме, почему она не может ее потерпеть. И это угнетает ее, убивает ее, и она начинает молиться, чтобы избавиться от этого тягостного состояния. И таким образом наступает и исцеление, очищение души. Важно именно это, что если человек добровольно принимает труды по уврачеванию своей воли, которая довела меня в моей расслабленном самоугодии до такого грешного состояния, и я, неся эти труды, исцеляю свою волю, либо Господь дает мне такую скорбь, такое делание, которое тоже мою волю поднимает вверх. Я вынужден предпринимать усилия, потому что совесть моя не позволяет мне быть равнодушным, когда страдает мой близкий человек или страдает мое тело, я хочу что-то изменить, и так или иначе. Вот эти труды, терпеливые труды, они исправляют мою волю, что и приводит к очищению от грехов. 190-й абзац Господь сокровен в заповедях своих, и ищущими Его обретаются по мере исполнения их. Заповедь – это воля Божья. Это естественно, это знает каждый человек, что заповедь – это то, что хочет Господь. Но благовестие евангельское, в том числе, его благовестность, его благостность, в том и состоит, что человек евангельский, исполняя евангельскую же заповедь, он не просто исполняет волю Божью, он облекается в эту самую волю Божью, облекается во Христа, потому что, оказывая послушание воле Божьей, он поступает так, как поступал Христос, всегда творя послушание Богу. Попадая в ту волну, в ту энергию действия Христа, человек совпадает с Ним, и поэтому облекается в Него. Конечно, это возможно только потому, что человек крещеный, и эта самая благодать, побуждающая его к исполнению заповеди, она ему уже дана, и когда его воля становится послушной воли Бога, живущего, уже живущего в нем, то человек, вот это совпадение, содействие, воль, она приводит так, что моя воля, а значит и моя душа, оно как бы вступает в резонанс с волей божественной, и усиливается многократно, и я чувствую, что облекаюсь в силу Божью, в действие Божье, в благодать Божью, и поэтому любое послушание заповеди, оно приводит к тому, что человек облекается в Бога. это благодать действует не как награда за то, что ты исполнил заповедь, благодать действует в данном случае, как именно резонирующее устройство, оно усиливает любое мое согласие с волей божественной, мы в тонн, в унисон поем, в унисон с Богом движемся, мы совпадаем со Христом, мы со Христом, мы во Христе, мы с Духом Святым, мы в Духе Святом, потому что Его воля, воля Христа, воля Духа, есть одно и то же, и делая то, что Он велит, я с ними совпадаю, я в Боге, в этот момент живу. Поэтому, скажем, исполнение заповеди Божьей, оно вот совершенно уникальное действие с христианином производит. Мы рассуждаем, например, часто, к сожалению, это приходится слышать, мы рассуждаем о том, что могу я исполнить эту заповедь или не могу, нужно ее исполнять или не нужно, трудно ее исполнять или не трудно, а ее нужно просто исполнить. И в момент ее исполнения мы почувствуем, что мы встречаемся с Богом, встречаемся со Христом и в Нем начинаем жить, в Нем в этот момент осуществляется наша жизнь. Это же чудесно, это чудо. И для этого нужно сделать всего лишь одно, согласиться с заповедью Божьей, и исполнить ее все. И в этот самый момент все наше существо совпадает с Богом, потому что мы исполняем Его волю. Но на самом деле мы так никогда не делаем. Мы, конечно, что-то делаем, но это не заповеди Божьи. И, по-моему, это то, что мы что-то делаем, оно ни к чему не приводит. Но мы знаем, что вот мы, приходя в церковь, знаем, что от нас требуется, чтобы мы постились. И мы начинаем поститься, ну, разумея, что это заповедь Божья. Мы постимся, но при этом, постясь, мы судим других, постясь, мы помрачаем и делаем серьезным и невеселым свое лицо, и постясь, мы не делаем дела милосердия. Но именно это заповедует Христос. Он не говорит, поститесь. Он говорит, когда поститесь, делайте вот так. Не судите, не раздражайтесь, не помрачайте свое лицо, явите людям лицо веселое и радостное, и творите дела милосердия. Вот это будет заповедь Божия. А сам по себе пост не является ничем. Вот это установление церковное, но и его нужно исполнять, но исполнять нужно именно так, как велит Бог. И когда мы исполняем так, как велит Бог, тогда мы чувствуем, что мы во Христе, мы встречаемся с Богом, а не просто сам по себе пост является исполнением заповеди Божией. Вот мы ходим в храм, потому что такова заповедь Божия. Но Бог не велит ходить в храм. Он велит, это буквально Его воля, что если ты идешь в храм, то сначала примирись с теми, кто остался за границей храм. Если несешь дар твой к жертвеннику, иди и примирись. Если несешь сердце свое к жертвеннику, иди сначала примирись. Он не заповедует ходить в храм. Он говорит, когда пойдешь, следи за этим. То есть заповедью Божией является в данном случае не хождение в храм, а сохранение своего сердца от вражды со всеми теми, кто стоит в церкви или находится за ее пределами. Мы просто неправильно понимаем заповеди Божьи, а неправильно их понимаем, потому что мы не читаем Слово Божье. У нас есть некий трафаретный набор, что надо молиться дома, надо ходить в храм, надо причащаться и надо поститься. Но всего этого Бог не говорит. Он говорит, как это надо делать. Он не повелевает точно ходить в храм. Он говорит, как нужно ходить в храм. Он не повелевает поститься. Он говорит, как нужно поститься. Он говорит, конечно, о том, что нужно причащаться, но при этом обязательно указывает условия, при которых нужно причащаться. Но мы не соблюдаем эти условия. Дух Святый ясно говорит, что если ты хочешь причаститься, то должен судить сам себя. Ибо если ты не будешь судить себя, то чаша, которой ты прикасаешься, будет сама судить тебя. Потому многие страдают и умирают. Наша задача не только причащаться. Волей Божьей является и суд над собой перед причащением. Кто причащается без суда над собой, кто не судит себя, тот попадает под действие суда Божьего. Именно вот это точное исполнение заповеди и приводит, и с неизбежностью приводит человека к тому, что он начинает жить с Богом. Не потому, что он лучше или хуже, а потому, что он поверил Слову Божьему и получил плоды этого своего доверия Богу. 193-194 абзац. «Иное есть исполнение заповеди, а иное – добродетель, хотя одно от другого взаимно заимствует, он не поводы к добру». И 194-й сразу. «Исполнением заповеди называется совершение делом повеленного, а добродетелью – то сердечное настроение, когда сделанное воистину благоугодно Богу». То есть, по существу вообще все просто. Исполнение заповеди – это некий разовый поступок, разовое действие. А добродетель – это некое приобретенное качество. Добродетель – это, ну скажем, некий результат долговременного, напряженного, постоянного исполнения заповеди. То есть, мы, когда исполняем заповедь, мы хотим исполнить, осознавая, что это заповедь, мы хотим исполнить волю Божию. Когда мы делаем это постоянно, не просто регулярно, а именно постоянно, во всяком случае, который дается нам в жизни, мы исполняем вот эту самую заповедь. И этим постоянством мы показываем, что мы хотим обладать теми качествами, которыми обладает Христос. И вот, когда мы этим хотим обладать, и поэтому постоянно исполняем эту заповедь, тогда у нас получается добродетель. Таким образом, добродетель – это качество Христа, это свойство его природы, свойство его естества, свойство его души, или свойство его характера. в том виде, например, как это сказано в послании к филиппийцам, «Вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе». То есть, каждый христианин, он на то и христианин, что для него идеалом является Христос. Он смотрит на образ Христа, явленный ему в Евангелии, и хочет походить на него, иметь те же самые чувства, те же качества, тот же характер, те же переживания, которые были у Христа. И когда это осознается человеком, когда он осознает, что он именно этого хочет, он начинает постоянно делать то упражнение, которое приводит его вот в конце концов к тому, что у него это качество появляется, приобретается. То есть, он всегда поступает так, как велит Христос, потому что Христос не просто велел, он так всегда и делал. И когда я делаю все то, что мне велит Христос, всякий раз облекаясь во Христа, как мы только что говорили, соединяясь со Христом, когда воля моя совпадает с волей Божьей, то я постепенно вот приобретаю это Христово качество, это качество называется добродетелью, качество соприсущее теперь не только Христу, но и мне, то есть некое свойство Христово, усвоенное мной, я как бы какой-то частью своего естества во христиризировал, во христозавался, как-то вот так вот сказать, то есть я какой-то частью совпал со Христом, я в нем, не просто похож на него, я в нем и с ним, наши действия в какой-то части, поскольку я не все добродетели стяжал, только какую-то часть, какой-то частью они совпали, таким образом, добродетель это плод святаго духа во Христе для человека исполняющего заповедь, и таким образом добродетелью изначально, вот в древнейшее христианское время называлось именно качество Христово, не просто свойство моей собственной души, когда я, ну например, с помощью воспитания, каких-то усилий, терпения, делают то, что людьми считается хорошим, что людьми принимается как, ну вот, правильное поведение, это ничего не значит. Золушка добродетельная девушка, вот, и ее образ Золушки во многом похож на добродетельных христианок, но Золушка не христианка, ни один ее поступок не обусловлен верой во Христа, ни один ее поступок не обусловлен тем, что исполняется заповедь Божия, и просто очень жалко своего отца, и она делает так, потому что она по природе своей добрый человек, и жалко отца, она пытается, чтобы как можно меньше страданий было для отца и для всех, и поэтому принимает то положение дел и служит этим людям. Это христианское поведение, но лично для Золушки оно не обусловлено христианскими мотивами, и поэтому с точки зрения христианской добродетелю это не является. Собственно добродетель является именно те усилия, которые направлены на исполнение заповеди, как заповеди Божьи, когда мы знаем, что мы хотим походить на Христа, а не просто хоть как-то облегчить жизнь окружающим нас людям. Можно быть хорошим человеком, но с точки зрения священного писания добродетельно это не является. В античном смысле является, в христианском нет. Добродетелью в христианском смысле является только тот результат, тот плод жизни, который есть плод Святаго Духа, рождаемый в жизни человека по вере во Христа и терпеливом исполнении именно христовых евангельских заповедей.